Официальное предложение Ирана России на этот счет я не слышал, что бы было. Во-первых. Во-вторых, такие дела решаются не официальным предложением, а в переговорах между странами. И обычно сообщают, когда эти переговоры приходят к какому-то концу. Я не слышал о способе ведения переговоров, когда одна страна, не спрашивая другой, заявляет публично, мы хотим такое соглашение. В истории такого нет. Иран не предлагал России такого. Председатель парламента Ирана высказал свое мнение. Он так думает или он так хочет. Если представитель парламента нашей страны, Кнессета, скажет что-нибудь, кто к этому вообще отнесется? Серьезно. Никто. Никогда. Потому что его предложение, ну политик сказал, представитель парламента, то, что он говорит, вообще, в общем, это вообще мало кого интересует. Так он сказал. То есть это не официальное предложение, это не реальное предложение, это не переговоры. И те проблемы совместного сотрудничества России и Ирана, которые они ведут, они ведут в совершенно другом ключе, совершенно другим тоном и в других плоскостях. Поэтому я бы меньше нервничал или вообще занимался тем, какой политик, в какой стране, какую глупость спорол, исходя из своего ведения, неведения, личных интересов, политических интересов. И они относятся к тому, что говорит председатель нашего парламента при всем уважении к нему. Никто, никогда не было такого. Особенно в области международных отношений. Парламент это от слова парле, трепаться, ну пусть они трепятся. Главный треполог, всех трепологов сказал, и неважно о каком парламенте мы говорим, это не исполнительная власть. Это законодательная. Никто, я не могу ничего сказать. Соответствует это интересам Ирана? Нет. Потому что не я определяю интересы Ирана. Это Иран определяет, это его правительство. Это его исполнительная власть. Первое. Второе. У меня нет никакого подтверждения этой идеи. То есть, если какой-то факт имеет место быть, я могу к нему отнести. Но факта нет. Есть трепология одного из главных трепологов этой компании, которая занимается трепологией. Парламент Иранский. И он сказал. Кроме этого, что-то еще есть? Есть заявление начальника генерального штаба Ирана, что он это хочет? Нет. Есть заявление министра обороны Ирана? Нет. Есть заявление духовного руководителя Ирана? Нет. Есть заявление какого-нибудь официального представителя, который занимается исполнительной властью или проблемой безопасности? Нет. Так что, о чем говорить? То, что у Ирана и России есть общие интересы? Да. То, что у них есть общие проекты? Да. То, что часть этих проектов имеют военное или оборонное значение для Ирана? Да. Ну, не больше. Стратегическое сотрудничество? Это совершенно другое. Вот когда я говорю о Китае, там и есть этому подтверждение. Заявление министра обороны Китая, министра обороны России, президентов обеих стран. Конкретные действия. О стратегическом союзе, несмотря на все дополнительные вещи, сотрудничество – да. Соглашения – нет. И даже когда речь идет о более близких странах, как Россия и Китай, и более близких интересах, как оборонных, так и других. И там нету соглашения о военном союзе, например. Причем тут Ирана. А Ирану кому это нужно? России это не нужно. У России есть проблемы с Ираном, связанные с Каспийским морем. У России есть определенные проблемы и разногласия с Ираном по определенным вопросам, связанным с Ближним Востоком. Россия абсолютно светское государство, многонациональное. Иран – многонациональное, но клерикальное. Не просто ли? Клерикальное. Например, в отношении Сирии у России один подход, у Ирана – другой подход. Россия считает, что Сирия должна оставаться светским государством, а Ирану это мешает. То есть, у всех стран есть, у большинства стран, есть общие интересы и есть разногласия. Общие интересы не обязательно предписывают создание какого-то стратегического союза, общего. Они могут предписывать взаимодействие по каким-то определенным направлениям. Например, по Каспийскому морю, да, у них есть интересы. Как экономические, так и разногласия. Проблема Каспийского моря, там основные разногласия, как рассматривать. Рассматривать это как закрытый. Или это посередине, и тогда это все меняется. Разногласия между Ираном, с одной стороны, и Азербайджаном. У всех свое видение. Вот, так что, ну это другой вопрос. Асад в данном случае субъект. Асад субъект? И он объект. То есть, он субъект условный. Ну, он объект. Разногласия между Россией и Ираном в отношении Сирии, одно из разногласий. А вот это религиозно, вот это особо интересно. Это то, о чем будет говорить Наталья во время ближайшего визита в Россию. Россия не заинтересована в том, чтобы иранское военное присутствие и проиранское военное присутствие, то есть, избела, оставалась в Сирии после завершения конфликта. Такого же мнения придерживается другое государство. Турция. Турция, конечно. Которое требует того же самого. У Ирана свое мнение на этот счет. У Сирии, как в светском государстве, и которое хочет оставаться в светском, тоже на этот счет свое мнение. Хотя, в Сирии есть группы, которые с Ираном, под влиянием Ирана. И у Ирана большие заслуги спасения режима Асада. Но, с другой стороны, сирийская армия работает с российской армией. А с Ираном работает ополчение. То есть, общественные структуры, местные структуры, местные группы населения, особенно шиитского, они пользуются поддержкой или покровительством Ирана. А власти, сотрудничая с Ираном, и армия, все-таки предпочитают другие силы, российские. Потому что, если выбирать между российской военной помощью, турецкой или иранской, совершенно ясно однозначно, кого хотят все. Но вопрос в том, что дело сложное, проблема сложная. Сирия, государство сложное. Какой будет окончательный результат, я не знаю. Но, скорее всего, он будет в направлении, о котором говорят Турция и Россия вместе. Но с Турцией у России тоже свои проблемы, как же и у Сирии. Россия не заинтересована в присутствии турецких войск на территории Сирии, как и Сирия, после завершения конфликта. Насколько это будет, и кто еще не заинтересован? Сирийский курд. Сирийский курд. То есть, как будет решаться эта проблема? Опять-таки, это их проблема. Сирия – это сложно. Ближний Восток – это сложно. Но те же самые проблемы есть у России и Ирана по поводу иранских курдов, по поводу иракских курдов, по поводу сотрудничества России с Турцией. У Турции свои интересы. А у России свои интересы с Азербайджаном. А у Азербайджана свои интересы в Иране, которых Иран боится. Но своя близость к Турции. Азербайджан не боится. Иран боится Ирана, потому что он принимает во внимание, и принимает во внимание шиитский ислам, часть которого придерживаются также жители Азербайджана. Это они принимают во внимание. Но с другой стороны, азербайджанцы – это турки. Это турецкий народ. И наибольшое влияние в Азербайджане – это турецкое, а потом российское, а потом иранское. Это да. Они боятся иранского религиозного влияния. А Иран боится азербайджанцев. Поддерживаемые Турцией и Россией, для Ирана, у Ирана хорошие воспоминания, очень-очень такие глубокие, от их конфликтов с Россией. Поэтому эти проблемы сложны. Они неоднозначны. Они неоднозначны. Я не знаю, отношения между иранскими азербайджанцами и азербайджанцами Ирана, они тоже сложны. Они неоднозначны и не так, как это кажется со стороны. И насколько азербайджанцы Ирана задействованы во власти в Иране, довольно серьезно. Хаминай, Харуби, лидеры оппозиции, Туде, Коммунистическая партия Азербайджана. То есть Коммунистическая партия Ирана, которая была в основном из азербайджанцев. Там были две основные группы. Туде, это партия. Партия Туде, Коммунистическая партия Ирана, она осталась в основном из азербайджанцев. И кого? Ну не бывает Коммунистической партии без евреев. Этого не бывает. Наверное, поэтому нет бы много Коммунистических партий в Африке. Так что, ну это большие проблемы, это проблемы Ирана. Так что разговоры о том, что будет в ближайшем времени или намечается стратегический союз между Россией и Ираном, я думаю, они преждевременные и не совсем обоснованные. Взаимодействие в тех или иных областях, в основном в экономической. Это экономика. Экономика. Россия получила контракты на большие. И еще три реактора. Россия, у России с Ираном, Азербайджаном. Транспортные огромные проекты, связанные с Индийским океаном и новыми путями развития. И есть вклады в экономику. Пожалуйста. Это интересно. Я думаю, что как только будет снята эмбарго, и российская военная промышленность в полную мере обеспечит Иран теми вооружениями, которые Иран хочет и которые Россия согласна поставить. Решение Трампа по отношению к Ирану не обязывает никого, кроме Соединенных Штатов. Они не обязывают Европу. Они точно не обязывают Россию. Россия в отношениях с Ираном руководствует только одним документом. Резолюции Организации Объединенных Наций. Вот и все. Пока за пределами резолюции Объединенных Наций каждая страна действует по-своему. Поэтому Трамп может решить, что он хочет. Это скажется на отношениях между Ираном и Соединенными Штатами. Вряд ли Европа последует за Трампом. Слепо и абсолютно так, как он хочет. Продолжение следует... Продолжение следует...